Здравствуйте! Женщина за рулем сегодня явление привычное. Пусть мы являемся героинями анекдотов и баек, но тем не менее, только женщина может за рулем не только вести машину, но еще и пить кофе, поправлять утренний макияж. Между прочим, первой женщиной-водителем стала Берта Бенц, жена Карла Бенца, создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем. Автомобили ему уже плохо продавались, и Берта решила ему помочь. Однажды, когда он еще спал рано утром, села в машину и поехала в соседний городок к родственнице. Путешествие было трудным и заняло весь день. Машине не хватало мощности, на подъемах она часто глохла. Берте приходилось толкать автомобиль вверх. К тому же часто заканчивался бензин, а раньше он продавался в аптеках. И жене-изобретателю приходилось покупать его и заливать в автомобиль. Но зато мужу она помогла. После этого путешествия у Карла появились первые оптовые покупатели. Интересно, приходилось ли когда-нибудь толкать автомобиль в гору моей сегодняшней попутчице. Музыка. 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 Здравствуйте, Ольга. Музыка. Хорошо, что вы к нам присоединились. Я сегодня буду вашим водителем. Маша, я рада и вам очень идет ваша новость. Спасибо огромное, Оль, спасибо. Это очень приятно слышать любой женщине на самом деле. Стилист мне, наверное, тоже порадуется. А почему вы сказали, что вы рады, что я водитель? Вы не очень любите за рулем быть? Знаете, я много лет водила сама и водила с удовольствием и не отдавала руль никому. Вот. И какое-то время назад, вы знаете, просто как-то этот интерес просто отпал. Потому что просто появилось что-то более серьезное и более интересное, чем можно заниматься, допустим, по дороге. Нет, я с удовольствием. Мне очень нравятся машины, естественно. Мне очень нравятся удобные, хорошие, красивые машины. Мальчик наш переживает, что мы очень нюзенько, тот в переулочках московских. Извините. Предупреждаю девочки, аккуратно. Аккуратно, девочки, не заговаривайтесь, обращайте на меня внимание. Просто в Москве очень сложно водить. Особенно если ты... У меня машина, вы знаете, в какой-то степени такой мини-офис. Потому что я отправляю мейлы, я читаю почту, я делаю звонки в машине, те, которые не успевают делать там в офисе. Ну, конечно. И потом, когда ты стоишь бесконечно, количество времени в пробках... Что еще делать? Что еще делать? Конечно. И я уже так выстроила даже свой график рабочий, я уже понимаю, я буду ехать примерно такое-то количество времени с точки А, точку Б. Значит, я буду, значит, я знаю, что этот звонок или вот этот мейл я напишу в машину. Когда буду передвигаться из одной точки в другую. Ой, вот, кстати, Оль, если мы переходим сразу... Женщина деловая. Значит, у вас сколько сейчас клубов по стране? Да даже по Москве, хорошо. По Москве? Вы знаете, мы... У нас вообще в сети 40, дай бог не ошибиться, 42 клуба. Ага. Вот. И в Москве у нас в районе 30 клубов. Вот мне просто что интересно? Значит, чтобы дело было действительно качественным, это ведь проблема любой сети. Что магазины, что банки, что клубы. Должен быть определенный уровень, ниже которого категорически. Это знак качества вашего. Вам приходится лично все контролировать? Или есть люди, которым вы доверяете, которые, если сказали, Ольга, все в порядке, то тогда все хорошо. Это уж тогда вопрос команды, да? Без этого нельзя никак. У меня, конечно, есть команда. Вообще, на самом деле, я ужасно ленивый человек. Да ладно? Поэтому я обожаю делегировать полномочия. У меня не проблема. Я полномочия под себя не гребу. Но если уже кто-то сказал, что я могу, конечно, я достаточно требовательна. А ошибались когда-то в людях? Потому что говорят, что очень часто, вот там буквально из 10 человек, там, в 4, если не ошибся, то очень хорошо. Нет? Ну, что касается работы, вы знаете, на каждое, вот можно посмотреть с нескольких ракурсов. Казалось бы, там, можно сказать, там, не такой уже был хороший вот этот вот руководитель, с одной стороны. С другой стороны, на определенном этапе, на определенном отрезке времени этот человек принес компанию ту, что была компанией на тот момент необходима. У меня не было ни разу, вот тьфу-тьфу, за всю мою трудовую и деловую, скажем так, жизнь, за всю жизнь в бизнесе, в моей индустрии, в фитнес-индустрии, чтобы я глобально ошиблась в ком-то, и чтобы человек был настолько, там, бесполезен или настолько вреден для дела, что это можно было бы назвать ошибкой. Нет, каждый из людей, который работал в моей компании, принес больше пользы, чем вреден. Слушайте, ну это у вас чуйка, вы кто по знаку зодиака? Я козерог. Козерог. Не всегда, не всегда, мочу, это работа. Да? Ну, нам же женщинам свойственно обманываться, как правило, в делах сердечных. Это правильно. Правда же? Мы же увлекаемся, и нам все кажется, что мы своего героя создаем лучше, красивее, умнее, честнее. Мы же, ну, наверное, все люди, на самом деле, мужчины, наверное, любят придуманный образ во многом. Вообще, мы все очень нормально верить. Конечно, конечно. Если ты не веришь, если ты не доверяешь, то отношения личные превращаются в кошмар. Будь то это романтические отношения, отношения между супругами, отношения между друзьями, то это превращается в кошмар. И такой человек, который не доверяет глобально миру и своему окружению, он вызывает у меня глубокое сожаление. Да? И не факт, что он не ошибется. Мне тоже. Вот. Поэтому я понимаю, что мы придумываем зачастую. Образ, да? Образ, да. Но я готова это делать. И делаете? И делаю. А много друзей? Вот у деловой женщины? Очень. У меня много друзей. Да? Вы общительные? Вы сказали, что вы ленивые, а мне не верится. Вы же спортсмен профессиональный. Это же привычка к постоянному движению во всем причем. Это вот преодоление. Понимаете? А-а-а. Преодоление. Постоянно, помните, с детства, когда нужно было идти на тренировку, а не лежать и ничего не делать, читать книжку или идти с друзьями во двор гулять. А все же идут и говорят, Оль, да пойдем во двор. А у меня-то должна идти и пахать. Я знаю, что я буду пахать там. Да, еще будут ругаться на тебя тренеры. Да, что-то плохо работаешь сегодня. Что-то плохо отдаешься. Да, да. Поэтому глобая, понимаете, но я, еще раз говорю, что вот я, если я вижу, что я ленивая, конечно, но я могу собираться и мобилизовываться. Понимаете? Все, жизнь неприятна. А страшно остановиться, правда? Вот страшно остановиться, дать себе роздых, потому что потом трудно будет собраться. Нет? Вы знаете, Маша, самое, на мой взгляд, такое чувство, которое тормозит очень, прежде всего, собственно, развитие этого страха, оно чувство нормальное. Страх делится на несколько категорий. Одно дело, конечно, вот мы с вами едем, и вы замечательно соблюдаете правила дорожного движения. Спасибо. И вы успеете, да, не мчите меня со скоростью недозволенной. Хотя ягуар провоцирует, конечно. Провоцирует, гад. Конечно, конечно, машина, так и хочется надавить нога. Ой, хочется как вообще. Конечно, но вы себя держите в руке. Держу. Вам страшно. Ну, как-то да, потому что ответственность как минимум за машину. И за вас. Хорошо, что вы нажали сначала машину. Прозвучало идиотски, наверное. Но честно. Но честно. Это очень по-русски. Мы зачастую, мы, к сожалению, это может быть в крови, может нам надо глобально все вообще пересмотреть свое. Это во всех нас. Мы зачастую меньше о людях думаем, чем о каком-то процессе. Нам все кажется, что мы-то бессмертны, конечно. А знаете эту шутку любимую? Извините, потому что раз мы, да, такой женский разговор. Женщина, да, нормальный человек говорит, хотела сказать, но забыла. Женщина хотела забыть, но сказала. Это наша тема абсолютно. А потом другой страх, вот это страх вообще в принципе, страх перемен, страх жизни глобально, страх нового, страх себя, что я не смогу. Или наоборот, я что-то, меня сейчас так в такой сленговой расколбасит, что я не смогу остановиться. Страх любви, страх доверия. А есть страх любви? Вот есть страх любви у женщины, которая обожглась? Ну, вы знаете... Вот у меня, например, есть. Я вам так хочу сказать, что у меня он был как раз, был, может, поэтому я обожглась, что он был, понимаете? А сейчас его нет. Абсолютно. А вы любите сейчас? Я люблю. Не буду спрашивать подробности, безусловно, просто мне кажется, это состояние, оно для женщины очень стимулирующее. Согласна. Как и для любого человека, для мужчины тоже. Конечно, мы дико разные, разные по природе своей, да, мужчины и женщины. Вообще, как мы уживаемся вместе, для меня большинство... Не знаю. Мы совершенно с разных планет, ведь. Мы с разных планет. Это самое интересное, что как-то вот все, на протяжении всего истории человечества, как-то договариваемся мы между собой. Не вымерли же до сих пор. Понимаете? Не вымерли, да. Мир же, в общем, мужской, правда? Вот меня, например, это не раздражает, это правильно. Тем более, ну, все-таки в России мы более патриархальны, наверное, да, еще не доборолись до такой степени, в общем. Меня-то это радует, вот меня лично. Но, насколько я понимаю, допустим, мужчинам нашим психологически быть сотрудником компании, где начальник женщины, достаточно сложно бывает. Понимаете, все зависит от того, как ты себя ставишь. Насколько вообще вот это различие гендерное, оно важно и энергетически влияет на работу в коллективе. Вот я понимала всегда, что когда я общаюсь с мужчинами, например, с сотрудниками, и даже если я буду человека ругать, иногда я могу и жестко вообще пройтись, да, вот. Но все равно я не должна сделать так, чтобы потеряла свое именно мужское достоинство, понимаете? Знаете, у меня нет проблем в том, что мир мужской до тех пор, пока это не касается социальной защиты и вообще прав женщин. Да, да, конечно. Мы в нашей стране, женщины, бесправны. Кто в этом виноват? Мы сами. Потому что мы готовы себя, как те боярани, посидеть в жемчугах. Понимаете? В теремах подсесть. Это и есть наш главный приз. Главный приз женщины сегодня, девочки молодой. Вот сделаем, давайте опросом. Я даже не сомневаюсь, большой самый трофей не сделать карьеру, не стать лидером чего-то, не... У меня дочка 11-классница, вы знаете, какие у них девчонки? Я очень рада. И как они думают, куда уже сейчас, какие курсы, эти там занимаются, эти тут. Они говорят только об этом. Меня прям это поражает, кстати, говоря, потому что у нас-то действительно было не так. Я очень рада, если поколение молодежи, если они изменились, я только буду рада. Потому что женщины – это колоссальный ресурс для любого общества. Россия этим ресурсом только еще... Вот она только ложечкой чайной зачерпнула государство. А красотки-то какие? Какой ресурс? Мама дорогая. Вот опять мы с вами, Маша, переходим. Вот я, например, хочу, чтобы о русских женщинах в мире говорили не только как потрясающе красивых женщинах, как женщинах, которые умеют шармово одеться, умеют стильно и привлекательно выглядеть. С любым женщин, с любым достатком при том. Да, да, да. Я хочу, чтобы о российских женщинах в мире говорили с восхищением, как о потрясающих женщинах-политиках, как о потрясающих женщинах-предпринимателях. Не только красавица, но и умница. Журналиста. Понимаете? Да, да, конечно. Вот мне бы хотелось этого. Да, потому что действительно, вы правы, абсолютно, уже нет такого жесткого-то, собственно, разграничения. Либо сиди дома, действительно, в тереме своем, либо только на работе, и тогда, я не знаю, в синий чулок. Оно абсолютно нас ничто не вынуждает к этому. Ну, никак. Я тоже так считаю. Более того, даже вот домохозяйка. Ведь домохозяйка и домохозяйки тоже родственники. Конечно. Одна женщина создает, свою семью строит, я не знаю, она приумножает то, что зарабатывает ее супруг, и она является мотором и сердцем этой семьи, душой, может быть, так скажем, семьи. Другая женщина просто потребляет, ходит в магазин, подтирает, извините, сопли, дети, меняет им... Но еще в лучшем случае сопли-то подтирает, а то и нянька подтирает. Да, няни, обсуждают нянь, нянь бесконечно, ходят по магазинам, наряжаются, что тоже, в общем, неплохо, но... Слушайте, а раз мы уже говорили, упомянули внешний аспект, ну, то, что вы выглядите потрясающе, про вашу форму легенды ходят, это понятно. Уже даже как бы, так сказать, к слову. А в компании вы следите за тем, есть, допустим, нормативы, вы следите за тем, чтобы они были в форме, чтобы они хотели в зал. Потому что он может быть, например, гениальный финансист, допустим, или там, я не знаю, экономист, но при этом там с лишним весом 100 килограмм. Вот вы, кстати, очень-очень интересно затронули тему. Удивительно, вы знаете, если мы возьмем, например, мы ездим на конвенции, какие-то там встречи, люди, работающие в фитнес-индустрии, на любой позиции, ну, опять-таки, можем говорить 100%, но Майс и Смай, они в Штатах, например, все активно занимаются фитнесом, они очень в хорошей форме, они активные потребители той услуги, которую они создают и продают. У нас не так, к сожалению. Я не имею норматив в компании, но журю, журю на раз, скажем так, и стыжу. А вы? Каждый день, постоянно, методично? Я не каждый день, но стараюсь 4 раза в неделю постоянно и методично. Но это очень тяжело, и заставляю себя. Я не хочу, я не туча, которая, вы знаете, вот, я жду прям, когда наступит моя тренировка. Я преодолеваю. Я преодолеваю, потом после тренировки думаю, ну, какой я молодец. Какой молодец, точно, я тоже так всегда думаю. Общественная жизнь Ольги Слуцкер, да. А политическая жизнь? Ну, вот, политически я пыталась избраться в Государственную Думу от Санкт-Петербурга. От родного города? От моего родного города. Города очень сложного, очень любимого мой. Вот, к большому сожалению, Единая Россия мне набрала достаточное количество голосов, и поэтому я не прошла. Вот, но, вот, так как публичных людей в списке было совсем немного, но испытала на себе, в общем, скажем так, все прелести политической борьбы. Понравилось или нет? Ну, когда тебя... Вы же спортсменка, вам же это давно. Обливают, я могу сказать, всякими помоями и ложью, это никому не нравится. Но, таковы, видимо, законы жанра политического. В данном случае, да, конечно. Nothing personal, just business. Ничего вы обижаетесь, ничего страшного, все пройдет. После выборов все все забудут. Вот, но было интересно, было интересно встречаться с людьми. Было... Хотелось что-то сделать, как-то изменить, понимаете. Вот я знаю там сферы, там как минимум две, в которых я бы была полезна. Какие? Сфера, ну, во-первых, физической культуры. Именно, знаете, что касается профессионального спорта. На этом поле у нас работает очень много конкурентных, харизматичных, очень активных мужчин. Да, и несмотря на то, что я была профессиональная спортсменка, мне, честно говоря, неинтересно этим заниматься. Массовый спорт. А вот массовый спорт, физкультура, это то, чем мне очень-очень интересно заниматься. Мне очень интересно заниматься реформированием урока физической культуры. Ой, как это нужно. В школах, реформирование занятий физкультуры и вообще системы физподготовки в вузах. Потому что это вот те годы жизни, поколения, за которые можно заложить и нужно закладывать определенные навыки и привычки. И здоровье, на самом деле, закладывается же, конечно. Точно так же. Мы учим, в школе учат читать, писать, изучать физику, химию. А физкультура и забота о себе, о своем здоровье, такое же знание. Сегодня этого нет. Нет, абсолютно нет. Хочется, и это можно изменить. И это не стоит много денег, поверьте. И это сделать, это вообще... Вы знаете, чтобы первый человек за годы... Я уж с этой той же темой носилась, все, за год первый, по-моему, человек, который сказал, да это можно сделать, это не стоит дорого. Ёлки-палки, так вам же нужно это делать тогда. Это так нужно. Я вот в своих силах пытаюсь как-то что-то пробить, что-то изменить. Что-то получается, вы знаете, что-то получается. И еще, конечно, изменения в законодательство, в области защиты детей, от изоляции от родителей. Здесь я пуд соли съела, и при том у меня есть, к сожалению, опыт и в России, и теперь и вне России, как это происходит, и понимание того, что нужно сделать. Кажется, это позор для общества, когда дети и старики недостаточно защищены. Это точно. Значит, будете продолжать попытки добиться того положения, в данном случае, да, в политике, которое позволит вам попытаться решить эти проблемы? Знаете, я даже не будучи депутатом, постараюсь как-то, опять-таки, и стараюсь изменить ситуацию. Ольга, спасибо вам огромное. Пожалуйста, заряжайте нас и дальше присутствием духа, силой воли, и физической, и моральной. Спасибо за такие слова. Я готова. Обращайтесь. На сегодня все. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok